Здравствуйте! Это программа «Город. Новости по-выборски». С вами Людмила Перминова. Сегодня в выпуске. В очереди за снимком. Флюорографический кабинет городской поликлиники снова принимает посетителей. Новоселы без прописки. Пони, ослов и овец, привезенных без документов, осмотрели выборские ветеринары. Теплая зима врачам на руку. Увеличение числа простудных заболеваний в выборском районе не зафиксировано. Новость, которую ждали. В городской поликлинике первые 300 человек получили на руки результаты флюорографического обследования. 14 февраля был проведен пробный запуск нового флюорографа. А с понедельника работа пошла уже в штатном режиме. С вводом эксплуатации аппарата мы несколько задержались в связи с тем, что получали разрешительные документы, которые нам выдают органы надзора. Конечно, это население доставляло много хлопот. Мы приносим свои извинения. Но я думаю, в настоящее время аппарат будет работать и задержек флюорообследования у нас не будет. В первые дни работы флюорографического кабинета в очереди на обследование слышны роптания. Мол, раньше запускали сразу по пять человек, теперь вызывают по одному. Однако, по утверждению специалистов, таковы требования современной программы, которые установлены на флюорографе. Это связано с обработкой и вводом базы соответствующих паспортных данных. Это, наоборот, играет свою роль, хорошую, положительную, потому что не будет у нас ошибок. Обследовали пациента, человек проходит флюорографические исследования, вводим данные, и сразу же это передается исследование на другой аппарат, и получаем на следующий день ответы. Пропускная способность современного оборудования – 150-170 человек в день. В массовом порядке исследования производятся в одной проекции, а по медицинским показаниям – в двух и трех. Кабинет флюорографии работает с 8.15 до 19 часов ежедневно, в субботу с 9 до 13. Предусмотрены небольшие технологические перерывы. Результаты пациенты могут получить на следующий день после обследования. Родные погибших в ДТП в Выборгском районе вправе рассчитывать на выплаты. Напомним, авария, унесшая жизни 10 человек, произошла в минувшую субботу на автодороге Выборг-Брусничные. Как рассказал нам заместитель руководителя областной государственной инспекции труда Игорь Соловьев, владелица микроавтобуса, в котором погибли люди, застраховала жизнь пассажиров. Максимальный размер выплат полагающихся семьям погибших составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, по словам Игоря Соловьева из бюджета Фонда социального страхования, в ближайшее время будут перечислены деньги на лечение водителя лесовоза. Его состояние оценивается как стабильное. Мужчина переведен в отделение хирургии, его жизни ничего не угрожает, рассказали нам в Выборгской межрайонной больнице. А между тем, Следственное управление по Ленинградской области продолжает расследование уголовного дела. Проверку качества содержания дороги осуществляет Выборгская прокуратура. На месте также работают сотрудники Финского центра экономического развития транспорта и окружающей среды. Именно это ведомство отвечает за техническое обслуживание рокового участка дороги. Озабочены произошедшей трагедией и власти Финляндии. В Министерстве транспорта и связи страны Суоми утверждают, нет причин подозревать, что финские специалисты пренебрегли своими обязанностями. Дорога находится в удовлетворительном состоянии, соответствует финским стандартам. Проблема скорее в том, что проложена она была еще в 60-х как техническая дорога, предназначенная для обслуживания Сайминского канала. А сейчас по ней проходит большой международный транспортный поток. Предварительные выводы Следственное управление и прокуратура сделают не ранее следующей недели. Мы будем следить за развитием событий. 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана отметили в Выборгском районе. Мероприятия прошли во многих поселениях. В Выборге в сквере мужества в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, открыли скульптурную группу «Память». Средства на ее создание были собраны при участии жителей города и района. Сюжет Вероники Когут. Они прошли дорогами Афганистана и 25 лет спустя встретились вновь. Боевые товарищи, солдаты и офицеры обнимают друг друга, крепко жмут руки. Слишком многое им пришлось пережить вместе. Казалось бы, четверть века минуло, но так свежи воспоминания. О тех, кто был рядом, и о тех, кто не вернулся домой. В торжественном митинге приняло участие небывалое количество людей. Ветераны боевых действий в Афганистане приехали из всех поселений Выборгского района, из Санкт-Петербурга и других регионов России. Прибыл личный состав частей Выборгского гарнизона – пограничники, таможенники, полицейские. Почтить память погибших своим долгом посчитали многие. 25 лет – это день вывода войск. Но у каждого из стоящих здесь и 30 лет тому назад уже не стало близких. И 35, и 40 лет. Низкий Вам поклон. Здоровье. Мы всегда с Вами. Вечная память тем солдатам, офицерам, которые не вернулись. Но всем живым доброго здоровья. Вам, Вашим близким. Счастья и мирного неба над головой. Эти ребята, они пытались отмазаться, как сейчас говорят, не пытались откупиться. Они просто шли и выполняли приказ Родины, не рассуждая и не думая о том, правильный он или нет. Вот за это, за преданность и за верность приказу мы должны сказать спасибо. Здесь же, в сквере мужества, в память обо всех погибших, в знак уважения к тем, кто с честью выполнил свой долг и несет службу в вооруженных силах сегодня, открыли скульптурную группу память. Наследство, собранное жителями Выборгского района, ее создал петербургский скульптор Евгений Соколов. Мать с ребенком. Каждый может увидеть в композиции свой смысл. Они и скорбят о тех, кто погиб. И ждут, надеются и верят, что их родные вернутся невредимыми. 780 военнослужащих с 1979 по 1989 год были отправлены в Афганистан. В их числе и полковник запаса Юрий Дарьин. Враг не достал вертолетчика в воздухе, но зацепил на земле. Для меня это, конечно, дата памятная, все-таки 25 лет. Это, ну для нас, для всех это можно сказать, что день победы. Потому что война была настоящая, не какая-то там по книгам написанная. Люди гибли. У нас с полка погибло только 26 человек летчиков. Минутой молчания почтили погибших земляков участники митинга. Вереницей потянулись люди, чтобы возложить к скульптурной группе и мавриалу венки и цветы. Траурную музыку сменило прощание славянки. Маршем прошли военнослужащие Выборгского гарнизона. Часом позже торжественные мероприятия продолжились уже в Дворце культуры. Здесь ветеранов войны в Афганистане, их родных и близких, приветствовал глава Выборгского района Геннадий Орлов. Наши парни доказали, что они достойны своих мужественных дедов и отцов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне. Они доказали, что могут быть отважными и сильными, верными присяге и воинскому долгу. Ваше мужество, стойкость, помощь боевым товарищам является примером для молодого поколения. Пять воинов-афганцев получили памятные знаки в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Продолжил программу концерт группы морской пехоты России «Черные береты», состоящие из участников боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужества, урок, что дождь родной нам был дар. Не забудем мы тебя в памяти всегда хранят. Блесли и чужой, нищий, но родной. Вероника Когут, Валерий Притяжнёк, Нидиагруппа «Наш город». Эпидемии нет, но грипп не дремлет. В Выборгском районе на сегодняшний день нет роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По мнению врачей-эпидемиологов, этому способствует теплая для зимы погода и проведенная кампания по вакцинации против гриппа. Так, в 2009 году было привито 30% населения. Гриппом заболело всего 12 человек. В последующие годы вакцинацию прошли порядка 20%. И в 2013 году было зафиксировано 450 случаев гриппа. Особое внимание медики уделяют мониторингу осложнений у пациентов после перенесенного гриппа, в частности пневмонии. И рекомендуют выборжцам обязательно обращаться за медицинской помощью, а не переносить болезнь на ногах. Это отстроченная заболеваемость и летальность. То есть, если человек грипп перенес на ногах, не обратился, не привитый, он может дать, особенно это пожилые люди и хронические больные дети, подростки. Они от него и погибают. Поэтому сейчас очень важно в двух направлениях профилактику проводить. И прививать население, и обязательно, желательно защищать от бактериальных пневмоний. Так, в национальный календарь прививок планируется включить прививку от бактериальных инфекций, провоцирующих развитие пневмонии. Опасения медиков вызывают и сообщения из других государств о случаях заражения птичьим и свиным гриппом, часто с летальным исходом. Наши россияне летают, ездят, работают во всех зарубежных странах. И, конечно, предупредить завоз вот этого особо патогенного, высоковерлентного гриппа, конечно, бывает порой очень трудно. Человек может приехать, прилететь в инкубационном периоде. Забываем мы то, что есть и контактный путь, и он ничуть не меньше. Опасны это руки, на которые попадает вирус гриппа. Может быть смешно говорить в 21 веке, людей учить мыть руки, но при гриппе это ничуть не меньше. Важно, чем даже при кишечных инфекциях. От этих видов гриппа пока нет прививки. Ученые ведут разработку препарата. Однако обезопасить себя от обычного гриппа можно. На сегодня в городской поликлинике в наличии порядка 500 доз препарата Гриппол Плюс в индивидуальных шприц-дозах. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в регистратуру или отделение профилактики. Регламент по регистрации автотранспорта по-прежнему вызывает множество вопросов у владельцев железных коней. Напомним, он вступил в силу в России 15 октября прошлого года. Спустя несколько месяцев эксперты дают оценку тому, как повлияли на жизнь автолюбителей произошедшие изменения. Подробнее в следующем сюжете. Автомобили буквально все заполонили. Количество транспортных средств в Оборском районе возрастает с каждым годом. На 1 января 2014-го на учете в МРЭУ-9 значилось почти 95 тысяч единиц автотранспорта. Это примерно на 3700 больше, чем год назад. Безусловно, увеличивающуюся армию автовладельцев интересует все, что связано с регистрационными действиями, касающимися их железных коней. Специально для них руководитель МРЭУ-9 напоминает. С 15 октября прошлого года при продаже средства передвижения отсутствует необходимость снятия его с учета и получения транзитных номеров. Необходимо лишь зарегистрировать смену собственника. Кроме того, при обоюдном желании продавца и покупателя, последний вправе получить авто вместе с его номерными знаками. Если же владелец, продающий транспорт, решил оставить их себе, еще до продажи он должен известить об этом сотрудников МРЭУ, чтобы они произвели необходимые регистрационные действия. Эти номерные знаки мы забираем и храним у себя в архиве 180 суток по новому регламенту, то есть полгода. Номерной знак при этом должен быть исправный, чистый, не поврежденный, не царапанный и отвечать ГОСТу, по которому был изначально изготовлен организацией-изготовителем БУБРК. Если номерной знак не отвечает требованиям стандарта, ГОСТа, то этот номерной знак для сохранения его на 180 суток должен быть владельцем, собственником, заменен. Кстати, получить новые номерные знаки теперь совсем не сложно. К примеру, на станции автоконтроля в Рощино подобные процедуры займет от силы минут 15. При этом доверенности от собственника на транспортное средство не требуется. И сотрудники станции не имеют полномочий по проверке автомобиля, к примеру, на предмет того, не находится ли он в розыске. Так что номерные знаки вы можете переделать себе каждый день. Приходите делать номерные знаки новые. С одной стороны, это, конечно, удобно. Удобно для законопослушных граждан. Ну, а если кто там какие-то и преследует иные цели, то вот пока есть такая у них возможность. Еще один нюанс, оказавшийся на руку недобропорядочным гражданам. Если транспортное средство не было зарегистрировано сразу после совершения его купли-продажи, новый владелец, отправившийся в МРЭО по своему месту жительства и совершивший по пути правонарушение, доставит немало головной боли прежнему владельцу. Ведь всю ответственность придется нести именно ему. Поэтому специалисты советуют производить все регистрационные действия, что называется, не отходя от кассы. Проявлять бдительность необходимо и в случаях, если вы приобретаете подержанный автомобиль. Учтите, он может иметь ограничения в виде кредита или ареста. Когда эти машины, вы идете в МРЭО и переоформляете сразу с прежним собственником, то если на ней, не дай бог, арест лежит, имеется у нас, наложен, то мы, конечно, не переоформим эту машину, и новый собственник сразу об этом узнает. Но это никак не может вас обезопасить против кредита и залога. И залог, и кредит у нас никак не отмечен. И потом у граждан эти машины разбираются. Ну, где-то, может быть, конечно, погасят прежний собственник, уладят вопросы. А некоторые, я знаю, что машины даже и забирают, и изымают. И еще о новшествах. В скором времени контроль над техническим осмотром вернут сотрудникам МРЭО. С этой целью ведомстве в настоящее время устанавливается необходимое программное обеспечение. Под особым вниманием будут находиться не только станции ТО, но и страховые компании, выдающие липовые талоны техосмотра. Все, что остальное там выдают из-под полы и рекламы, я слышу сам даже, что вам техосмотр там чуть ли не в подарок, то как бы граждане должны понимать, что эти техосмотры, они наверняка в базе их не будет, центральной. И когда у них возникнет вопрос какой-то о погашении всевозможного страхового там случая, будет это ОСАГО, ЛИКАСКО, то у тех же страховщиков, которые потом скажут, извините, а мы вам техосмотр не проходили, как вы получили страховой полис? И все объяснения, что это вы задавали его, ну это они не принимают. Граждане пойдут в суд, а им скажут, так вы заведомо знали, что техосмотры не проходили, вам его дали так. Ну вы сами шли на нарушение. В завершении еще один совет от экспертов. Если ваше транспортное средство утилизировано, но его регистрация не была прекращена, обращайтесь в МРЭУ-9. В этом случае платить налоги за железных коней не придется. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». В Уборге на пожаре погиб человек. ЧП произошло 15 февраля в Калининском микрорайоне города. Около пяти часов утра загорелся дом номер 9 по улице Мельничной. Деревянная нежилая постройка была полностью уничтожена огнем. На пепелище обнаружен обгоревший труп мужчины. Его личность пока не установлена. Не исключено, что это один из бомжей, облюбовавших заброшенный дом. Причины произошедшего устанавливаются, сообщили нам в местном отделе Госпошнадзора. Коллектив Выборгской городской прокуратуры вошел в тройку лидеров среди аналогичных подразделений в Ленинградской области. Такие данные были озвучены на заседании в областном ведомстве. По словам городского прокурора Олега Минаева, это закономерный результат работы его подчиненных по каждому из 64 направлений деятельности. В 2013 сотрудниками Выборгской городской прокуратуры было выявлено около 4400 нарушений закона. В суд направлено 650 исков. Количество юридических и физических лиц, привлеченных к различным видам ответственности, также велико. Одной из основных функций прокуратуры Олег Минаев назвал координацию деятельности правоохранительных органов. К примеру, сейчас основной упор делается на увеличение раскрываемости преступлений. По раскрываемости мы неоднократно проводили межведомственные совещания. И, в принципе, по требованию прокурора был снят заместитель начальника полиции, курирующий направление деятельности по уголовному розыску. К жестким требованиям прокуратуры мне все-таки удалось улучшить качество предварительного следствия и дознания. Свыше 600 уголовных дел было направлено с обвинительным заключением либо актом в суд, после проверки которых нами направлено только 34 уголовных дела на дополнительное расследование. Хотя в 2012 году таких дел было 127. Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является и борьба с коррупцией. К примеру, в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел в отношении руководства фирм, производивших ремонт дорог в Выборге. Выявлены факты увеличения стоимости работ по ряду ремонта дорог, уменьшения плотности асфальта и его толщины. Это не говоря о том, что свыше 160 исков нами направлено в суд об обязании отремонтировать дороги Выборга и Выборгского района. Все иски удовлетворены судом. Уголовные дела в настоящее время рассматриваются. Из успехов сотрудников прокуратуры за прошлый год стоит также отметить работу с предприятиями, имеющими задолженность по заработной плате. В 2013-м Выборгцы получили свои честно заработанные деньги в размере 15 миллионов рублей. Один из последних примеров – хлебокомбинат, сотрудники которого после вмешательства прокуратуры были восстановлены в своих правах. Однако, поняв, что производство является нерентабельным, руководство предприятия было вынуждено сократить около 50 хлебопеков. Почти 100 граммов амфетамина изъяли выборгские полицейские. В ночь с 15 на 16 февраля у одного из домов по Приморскому шоссе они задержали молодого человека, который показался стражам порядка подозрительным. При досмотре вещей было обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое. Оказалось, амфетамин. Как сообщает Пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту возбуждено уголовное дело. Карантин для Золушки. Специалисты Выборгской ветеринарной инспекции выехали на одну из окраинных улиц города, чтобы провести обследование пяти животных, везенных недавно без надлежащих документов. Об их появлении ветврачам сообщили горожане. Два осла – Вася и Люся, пони по кличке Золушка, овца и баран, которые имен пока не получили, отнеслись к появлению посторонних благосклонно и стали героями следующего репортажа. Это частные владения на окраине города. С недавних пор, кроме лая охранных собак, окрестности оглашают и голоса других животных. Правда, сегодня они необычайно тихи. Видимо, чувствуют, что врачи приехали по их душу. Даже пёстрые пони – резвушка Золушка – задумчиво жует своё сено, лишь изредка пытаясь укусить камеру. Ослики Вася и Люся вообще отказались выходить из своего временного пристанища – бывшего строительного вагончика, который приспособили под стойло. И только овцы с любопытством выглядывают из-за двери. Мол, что это тут происходит? А ветеринары тем временем готовятся проводить необходимые процедуры. Дело в том, что животных привезли на новое место жительства без необходимых документов. Хозяева должны были согласовать перевоз животных с нашей службой. Мы, значит, прежде чем перевозить с одной местности на другую, подвергаем их исследованиям. И только потом даём ветсвидетельство формы номер один на вывоз этих животных в другую местность. Перед тем, как их вывезти с того места, они должны были быть исследованы и привиты против многих заболеваний. Однако, поскольку этого не было сделано, ослики, овечки и пони с сегодняшнего дня на карантине. Теперь им придётся потерпеть, пока у них возьмут необходимые анализы. Первой – готовится золушка. Поскольку характер у неё норовистый, на неё надевают недоуздок. Всё, всё, для девчины моя. Потомственный казак Александр Иванович, который присматривает за новосёлами, для каждого найдёт ласковое слово. И сегодня спокойно уговаривает золушку, помогает врачам. И пони соглашается. Первая ты у нас, скажи, и не заметила это дело. Всё, да? Да, моя девчина. Безертия. Ну, всё. Теперь очередь Васи и Люси. Ослики доверчиво пичутся в ладони, с любопытством исследуют объектив видеокамеры. Ветврач Галина Башкина никак не может найти у Васи вену. Значит, животные не пуганные, с удовольствием отмечает она. Можно работать дальше, не опасаясь травмы. А за соседей переживают стоящие рядом овечки. Как будто знают, скоро и их черёд. Золушка тоже решает подбодрить. Ничего страшного с вами не сделают. Но сама бы ещё раз не хотела такой процедуры. Ага, вот и барана повели. Может, врачам и Александру Ивановичу чем-нибудь помочь? Иди, Золушка, отсюда. Не желают. Тогда успокоим бедную овечку. Кстати, и барашек тоже проявляет великое сострадание, когда ветеринары берут на экзекуцию подругу. Всё с кровью закончено. От публичного показа забора остальных анализов животные отказались. Слишком деликатная тема. Что ж, это было небольшое лирическое отступление. Просто, чтобы лишний раз полюбоваться на природную красоту. Вообще же, тема незаконного ввоза домашних животных достаточно серьёзна. Исследования все бесплатные, но хозяева будут строго предупреждены. Государственная ветеринарная служба доводит до сведения всех владельцев сельскохозяйственных животных, что запрещен несанкционированный ввоз, вывоз всех видов животных без разрешения государственной ветеринарной службы, без согласования с областной государственной службой. Потому что у нас много неблагополучных мест по африканской чуме свиней, по ящеру, по бешенству и по туберкулёзу. Остаётся надеяться, что вся эта компания здорова и благополучна. И после надлежащих разбирательств Вася, Люся, Золушка и пока безымянный баран с овечкой получат, наконец, законную прописку. Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». День защитника Отечества отметят в России 23 февраля. К празднованию готовится и Выборгский район. 20 февраля в школе номер 6 пройдёт второй районный смотра кадетов. На следующий день в 16 часов во Дворце культуры состоится торжественное собрание и праздничный концерт. В День защитника Отечества 23 февраля в 10 часов 30 минут начнётся возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Фёдору Апраксину, к братскому захоронению на 4-м километре Ленинградского шоссе, к мемориалу на Южном кладбище и памятнику танк. Начало торжественного митинга на площади выборских полков запланировано на 11 часов 15 минут. В нём примут участие военнослужащие, ветераны, учащиеся кадетских классов выборских школ и студенты. Продолжится праздник здесь же в 19.30 музыкальной композиции. Завершится всё праздничным салютом. Выпускников УЗОВ Ленинградской области трудоустроят. Электронная база вакансий для молодых специалистов начнёт работать уже в марте. Об этом рассказал председатель регионального комитета по труду и занятости населения Александр Караванский. Информация будет размещена на сайтах областного комитета по труду и занятости и всех районных центров занятости региона. Официальный курс валют на 19 февраля, установленный Центробанком РФ, составляет евро 48,31 руб., доллар 35,24 руб. К новостям спорта. Традиционный зимний мотокросс, который должен был состояться 23 февраля, перенесён на неопределённый срок. Это связано с отсутствием снега. Соревнования будут приведены, как только позволят погодные условия. Редактор субтитров А.Семкин Вы можете, зайдя на нашу страницу ВКонтакте. Группа Выборг ТВ открыта для всех желающих. Будьте с нами, будьте в курсе. Спасибо за внимание и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 февраля в Выборге облачная с прояснениями погоды, временами мокрый снег. Днём в нашем городе 0,1. Ночью 3,4 градуса мороза. Ветер западный 2,3 метра в секунду. В Санкт-Петербурге переменная облачность, осадки в виде снега. Днём в северной столице 0,1. Ночью 1,2 градуса ниже нуля. Ветер западный 4,5 метра в секунду. В Лапинранте пасмурно. Утром возможен снег. Днём 0,1. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 6 градусов. Ветер северо-восточный 2,3 метра в секунду. В Хельсинки облачно, без осадков. Днём 0,2. Ночью минус 2,3 градуса. Ветер северо-западный 3,4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова